Время новостей на канале СКАД ТНТ в студии Вячеслав Душин. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Ну это халатность, наверное, наших управляющих организаций. Опасность еще не миновала. В Самаре глыбы льда, упавшая с крыши, убила женщину. Да, хотелось бы, конечно, чтобы почаще. Вот такие выездные были налоговые инспекции у нас. Удобно и быстро. Мобильный офис налоговый побывал в крутых ключах. По игре одна команда играла, а вторая только разговаривала. Осечка на старте. Баскетбольный клуб Самара начал с поражения в выступлении в плей-офф. На дворе конец марта. Снег и лед с крыш домов продолжает падать на головы самарцев. В промышленном районе глыбы льда рухнула на 42-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась на месте. Подробнее в репортаже нашего корреспондента. 109-й дом по улице Вольской. Под ногами лед, пропитанный кровью погибшие. Сотрудники управляющей компанией с усердием счищают его с тротуара. До квартиры своих знакомых 42-летняя женщина не дошла буквально несколько десятков метров. Мы все в шоке были. Весь дом в таком состоянии, в стрессовом, до самого вечера были. Конечно, очень тяжело. Жалко, женщина молодая. Но это халатность, наверное, наших управляющих организаций. По словам жильцов, снег с крыши сотрудники управляющей компании периодически сбрасывали. Да, видимо, не весь. А это уже соседний. 111-й дом по улице Вольской. Весь тротуар усыпан кусками снега и льда. И судя по тому, что он еще не растаял, счистили его сразу же после трагедии. Как говорится, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Так произошло и в этот раз. Объяснить, почему лед-убийца дожидался своей жертвы на крыше уже в конце марта, директор управляющей компании ПЖРП номер 11 Александр Шлямов пояснить не смог. От комментариев он отказался. Буквально две минуты. Скажите, пожалуйста, кто отвечал за чистку крыши на 819? У нас нет этого дома обслуживания. У вас на сайте там указано? Не может, мы там указываем. Скажите, крышу там чистили все-таки или забыли? Каким-то причинам. Это не ко мне вопрос. Кому тогда? Скажите, пожалуйста. Этот вопрос так и остался без ответа. Хлопнул дверь. Руководитель УХА ретировался. На сайте ООП ПЖРП номер 11 действительно указано 109-й дом на Вольской в их ведении. Кто именно виноват в трагедии, теперь предстоит выяснить следователям. Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». По делу назначена судебно-медицинская экспертиза. Павел Баймаков, Владимир Терентьев, СТВ Новая станция метро «Самарская» возможно появится в скором времени. Ее выходы будут расположены в районе площади Славы. О проектировании станции говорили на совещании с губернатором Николаем Меркушкиным. Обсуждение коснулось и строительства нового здания Дворца спорта. Министр транспорта Александр Баландин доложил, что демонтаж запланирован на 1 июня, а начало строительства на 1 июля этого года. В Новом Дворце будут работать три ледовые площадки – хореографический и универсальный залы, место для проведения концертов. Также главе региона доложили о подготовке к началу строительства нового речного вокзала. В настоящее время ведутся проектные работы. К стройке планируется приступить в конце мая, чтобы уже к лету следующего года речной вокзал начал работать. Здание будет многофункциональным. В навигационный период послужит транспортным узлом, а зимой станет культурной площадкой для проведения выставок и конференций. На ремонт хирургического корпуса больницы «Семашка» до конца года планируют выделить порядка 50-60 миллионов рублей. Такое решение принял глава региона в ходе визита в медучреждение. В сентябре больнице исполнится 75 лет. За это время Николай Меркушкин стал первым высшим должностным лицом региона, кто посетил лечебное учреждение. Корпуса больницы находятся в ветхом состоянии. В первую очередь это касается отделения хирургии, нейрохирургии, травматологии и гинекологии. Здание капитально не ремонтировалось более 30 лет. Лишь в конце прошлого года при поддержке правительства региона удалось провести капремонт оперблока на третьем этаже. На эти цели было выделено из областного бюджета порядка 15 миллионов рублей. Губернатор осмотрел операционный и сделал ряд замечаний по качеству выполненных работ. В первую очередь он потребовал найти технические решения и укрепить полы и стены помещений. Не можем мы бесконечно так оставлять. Проект будет не в этом году, но в будущем году будут деньги. Ну, что сделают проект, да. Проект надо делать по крышу. Самое главное, как я понял, Николай Иванович, он дал мне команду подготовить срочно выполнить проектные работы. И, в общем-то, наверное, будут выделяться какие-то деньги из бюджета для того, чтобы вот все, что вы сейчас видите, привести в нормальный, соответствующий вид. 27 марта день войск Национальной гвардии Российской Федерации. Сегодня это хорошо оснащенные и мобильные подразделения, имеющие огромный боевой опыт. Подразделение осуществляет контроль за оборотом оружия, деятельность у частных охранных организаций, а также обеспечивает безопасность при проведении массовых мероприятий. Совместно со взаимодействующими органами активно участвуют в проведении и силовом сопровождении антитеррористических и профилактических операций. Более 700 правонарушений пресечено. Выявлено порядка 500 нетрезвых водителей. В Госавтоинспекции области подвели итоги двухлетнего сотрудничества с активистами общественного движения «Ночной патруль». Напомню, оно было создано 27 марта 2015 года. На сегодня в его составе более сотни человек по всей Самарской области. Это те, кто на постоянной основе выходит в ночные рейды и вместе с инспекторами ДПС избавляет улицы от водителей, решивших сесть за руль под шофе. Кроме того, благодаря работе общественников, несколько десятков водителей удалось убедить не делать этого. Основная задача – это профилактика, то есть предупреждение самих правонарушений. Потому что активист «Ночной патруль» у них задача не только сообщить сотрудникам Госавтоинспекции о каком-либо нарушении. Основная цель – это предупредить это правонарушение. Я считаю, что основную задачу, именно как профилактическую, это движение выполняет на 100%. Быстро, удобно, а главное – рядом. Мобильный офис налоговой службы в минувшие выходные работал в микрорайоне «Крутые ключи». Желающих получить консультацию специалисты или открыть личный кабинет налогоплательщика оказалось достаточно. Отзывы жителей в нашем материале. Инженер Татьяна Елисеева признается, ехать налоговую далековато, рабочий график плотный, да и по пробкам не всегда успеть. На этот раз ехать никуда не пришлось. Чтобы подать декларацию, понадобилось всего несколько минут. В будние дни работаем территориально далековато от управленческого, поэтому здесь очень удобно сделали нам благодарность урожаю. Хотелось бы, конечно, чтобы почаще вот такие выездные были налоговые инспекции у нас, чтобы удобно вот так вот пришел в субботу и все сделали, что необходимо. Для удобства жителей области мобильные налоговые офисы регулярно выезжают преимущественно в новые районы. Здесь жители могут получить консультации специалистов и доступ к личному кабинету налогоплательщика. Для этого важно при себе иметь паспорт и ИНН. В период работы мы даем консультации по вопросу представления декларации, по вопросу представления социальных и имущественных налогов вычета. Также даем консультации по вопросу подключения к личному кабинету налогоплательщика. За первый час работы мобильного офиса консультации специалистов получили порядка 100 человек. Региональный проект мобильный налоговый офис стартовал в январе 2017 года по инициативе Федеральной налоговой службы России по Самарской области. В планах расширить географию выездов в отдельные районы области, а также на предприятия и организации. Ексир Алексеева, Дмитрий Лукин, СТВ. Разъяснять и убеждать профсоюзные организации студентов Самарской области дали свою оценку политической ситуации в стране, а также последним изменениям в системе соцподдержки отдельным категориям граждан, которые коснулись не только нашего региона, но и всей страны. Подробности далее. Реформы в системе соцподдержки коснулись в первую очередь многодетных и приемных семей, а также пенсионеров и ветеранов. Изменился порядок компенсации за услуги ЖКХ и размер ежемесячных пособий. Что касается оплаты проезда, необходимость в увеличении лимита поездок будет рассматриваться в индивидуальном порядке. 50 поездок превысили всего 4,7 тех людей, которые пользуются этими картами. Сегодня сейчас идет работа, персонально выявляются эти люди и им будет по необходимости или в 2 раза увеличено, или в 3 раза увеличено, если необходимо будет этому человеку ездить по жизни необходимым ситуациям. Ни для кого не секрет, что изменения в системе соцподдержки у некоторых вызвали недовольство. Сейчас в регионе проходят митинги. Участвуют в основном пожилые люди. По мнению студенческих организаций, это происходит по причине неосведомленности пенсионеров, а их эмоции используются в корыстных целях. На встрече также показали фильм «Экстремизму нет». Студенты приняли решение всячески оказывать противодействие таким лицам и проводить разъяснительную работу среди пожилых людей. Служители Мельпомены принимают поздравления с профессиональным праздником. 27 марта отмечается Международный день театра. Он был учрежден в 1961 году. В нашем регионе искусство развивается. Ставятся новые спектакли, вырастают талантливые и известные актеры и режиссеры. Кроме того, появляются новые, в том числе любительские театры. Люди все больше занимаются творчеством, причем учатся тонкому искусству и уже совсем взрослые люди. Театр остается одним из главных увлечений россиян и самарцев. Хотелось бы поздравить всех с Международным днем театра. Вы знаете, вот уже сама приставка «Международный день». То есть мы уже говорим на эту тему в контексте мировой культуры, развития мирового театра. Спортсмены почтили память нашего коллеги, телеведущего Владимира Кейлина. В Безенчугском районе прошел крупный турнир по боксу. Его посвятили известному журналисту. На ринг выходили как начинающие спортсмены, так и уже состоявшиеся. Десятки участников били за чемпионство соревнований. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Бескомпромиссные поединки – это действительно звездные дуэли. Выступают уже заслуженные боксеры. Многие лично знали Владимира Кейлина. Много лет с ним работали и просто дружили. Михалыч освещал все спортивные темы региона с неизменной фирменной улыбкой. Он и сейчас словно наблюдает за поединками. Евгений Москаев зарядил настоящий бойцовский триллер. В свои 45 он вышел биться с молодым соперником. Поединок оказался на загляденье. Юность противостояла опыту. И все же более возрастной боксер оказался сильнее 20-летнего Визави. Почтить память легендарного Владимира Михайловича, друга, соратника, коллеги, то есть учителя по жизни. Это действительно так и есть. Который оставил глубокий след лично в моей жизни. Порядка сотни участников и десятки мощных поединков. В состав подобрался действительно боевой и авторитетный. География турнира и вовсе уже давно вышла за пределы только нашего региона. Нам очень отрадно, что на стране приехали спортсмены Церебужской области, Нижегородской области и сильнейшие боксеры Самарской области. Победители Европы, победители мира, мастера спорта, кандидаты в мастера спорта в дань уважения прекрасного человека. Турнир по боксу памяти Владимира Керина в Безничукском районе проходит уже в третий раз. И можно со смелостью говорить, что он стал традиционным. Нашего коллегу помнят и чтят спортсмены всего региона. Любительская команда хоккеистов из Тольятти будет представлять Самарскую область на шестом Всероссийском фестивале ночной хоккейной лиги в Сочи. Минувшие выходные рифы из Автограда одержали победу в отборочном этапе турнира, сыграв с самарской командой Dream Team. За горячей игрой на холодном льду наблюдал Павел Баймаков. На льду две лучшие любительские команды Самарской области. В схватке за победу встретились Тольяттинский риф и самарская команда Dream Team. С первых минут игры стало понятно, вырвать у соперника победу будет непросто. Уже в первом периоде шайба оказалась в воротах самарцев. Ночная хоккейная лига была основана в 2011 году по инициативе президента России Владимира Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея. И с каждым годом желающих принять участие в фестивале все больше. В этом сезоне у нас 832 команды по стране и приблизительно около 17 тысяч хоккеистов. И я хочу сказать, что тенденция на сегодняшний день такова. Очень огромный интерес, большой ажиотаж. Только в Самарской области за победу в отборочном этапе боролись 10 команд. В итоге в решающей схватке встретились рифы и Dream Team. Второй период также не увенчался успехом у самарцев. Шайба снова оказалась в их воротах. В третьем периоде ситуацию изменил самарский игрок Дмитрий Воробьев, забив шайбу Тольяттинцем. По словам первого заместителя министра спорта области Андрея Харина, победа в отборочном этапе, а затем и в финале – это не только слава и почет, но и дополнительные блага. Тимул есть. Насколько я знаю, в прошлом году одна из команд, выиграв, получила эту привилегию строительства спортивного объекта в регионе. Будем надеяться, что завоюет первое место и мы построим еще один спортивный объект. Бороться за победу в Сочи, как и два прошлых сезона, предстоит Тольяттинской команде «Рифы». Буквально за 20 секунд до окончания игры они забили третью шайбу у ворота самарцев, тем самым победив в отборочном туре. Настрой боевой, за плечами сезон, потрачено много времени, тренировок, денег, надежд, эмоций. Поэтому все готовы в полном объеме, в полном составе, все выходим на лед сражаться. Игры фестиваля ночной хоккейной лиги среди команд дивизиона «Любитель 40 плюс» пройдут в Сочи с 3 по 10 марта. Павел Баймаков, Николай Сидоров, СТВ Баскетбольный клуб «Самара» начал с поражения в выступлении в плей-офф. Хоббитчиком волжан стал Владивостокский «Спартак». По сути, приморцы без особых проблем разобрались с нашей командой. И таким образом волжане значительно ухудшили свои шансы на борьбу за медали чемпионата. Подробный отчет об игре, а также о дальнейших перспективах в нашем следующем сюжете. Осечка на старте, начало дуэли стало холодным душем для наших парней. У гостей получалось все. «Спартак» оказался на голову выше практически во всех компонентах. Самарцы же довольствовались лишь ролью догоняющих. 13-26. Хоть как-то выправить ситуацию удалось во втором игровом отрезке. Подопечные Сергея Зазулина собрались и решили реабилитироваться. Вот только одного желания оказалось мало. Неуступчивые гости никак не хотели сокращать своего преимущества. 34-51 в их пользу. С таким счетом соперники ушли на большой перерыв. Одна команда играла, вторая только разговаривала. Искала виноватых в суде, тренерский состав соперника, наш тренерский состав. До тех пор, пока команда будет и отдельные игроки разговаривать по поводу судейства или еще. Каждый человек должен заниматься своим делом. Если этим делом игроки не занимаются, значит это в данной ситуации никогда не будет победа. Третья четверть также не принесла радости самарским болельщикам. Судя по всему, волжане уже смирились с поражением. При этом право первых матчей считается небольшим преимуществом для хозяев паркета. И с этой точки зрения самарцы были фаворитами. Хотя в плей-офф такого понятия быть и не должно. Мы очень уважительно относимся к команде Самары, потому что это очень серьезный соперник. Серьезно готовились по каждому игроку, разбирали каждую комбинацию. Ну и я сам лично знаю, как тяжело играть в Самаре, поэтому настраивались. В итоге 76-90. Уверенная победа Спартака. В полуфинал плей-офф выходит команда, одержавшая три победы в серии. Так что пока для самарцев еще ничего не упущено. Александр Семенов, Олег Галочкин, СТВ. У меня все на этом. Далее еще один сюжет, программа «Абзац» и прогноз погоды. В завершении выпуска напомню адрес сайта Георгия Лиманского, gslimansky.ru. Читайте наши новости в социальных сетях в группах SCAT, СТВ, Самара. Заходите на сайт телерадиокомпании. Я же прощаюсь с вами. До скорой встречи. До свидания. Курс на качество и высокие скорости. Компания «Мегафон» подвела итоги работы в Самарской области. За 2016 год мобильный гигант потрудился на славу. Оператор подготовил сеть к Чемпионату мира по футболу 2018, являясь главным поставщиком связи предстоящего мундиаля. За предыдущий год число станций 4G в Самарской области у оператора выросло на треть. Доступ к скоростному мобильному интернету имеют почти 90% населения губернии. В Самаре обеспечено покрытие сети LTE Advance со скоростью до 225 мегабит в секунду. Но в любом случае все эти скорости базовой станции нужны не только для Чемпионата мира по футболу. Прежде всего они предназначены для жителей нашей губернии. В 2017 году «Мегафон» продолжит расширение покрытия сети 4G в области. Также в планах мобильного оператора улучшение покрытия внутри зданий в Самаре, в новых жилых массивах и кварталах областной столицы. Кроме того, «Мегафон» обеспечит голосовой связью и мобильным доступом в интернет десятки малых населенных пунктов области. А также полностью завершит подготовку инфраструктуры к Чемпионату мира 2018 в соответствии с задачами организаторов.